Ну ладно, что со звуками можно делать? Вопрос на засыпку. А зачем? Окей. То есть это какой-то периодический сигнал, и мы хотим вытащить из него что? То. Что? Ну, по сути, грубо говоря, набор параметров, через которые можно потом восстановить что-то. Ну или вытащить эти параметры и потом наложить, в общем, фурье, не фурье и так далее. Окей. Ну, можно на разные отрезки делить по понятным причинам, посмотреть разные частоты, все понятно. Это вот вы про это говорили, что можно периодический сигнал представить в виде суммы ряда. Окей. Здорово. Что еще можно с ними делать? Ну, понятно, это… А свертка зачем? 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 Угу. Нет, нет, нет. Нет, это просто… Боевый проект какой-то там была… Ну, окей. Ну, давайте, короче, простыми словами, вот весь pipeline. Вот по аналогии у нас же в изображении там яркость… Угу. 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 Пока что нет вашей домашки, потому что я не очень понимаю, чего там тыкать конкретно. Тут есть семинарский ноут, и там куча всяких разных преобразований. Наверное, что-то из этого вам пригодится. –è… Угу. Угу. Тест? Угу. 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 Вот это, на самом деле, довольно важная штуковина. Вот что это такое? Этого не было? Чего? Ага. Забор какой-то. Забор. Понятно. Ну, не, на самом деле, вот такой вопрос провокационный. А кто-нибудь с временными рядами работал когда-нибудь? Ну, понятно, да. Ну, понятно. Но если подумать, что такой временной ряд, это, по сути, некоторый… Ну, это тот же сигнал просто в какой-то видоизмененном виде. И с ними, когда работают, там, в общем, можно всякие агрегаты пособирать. Либо преобразование над каким-то куском. Там, назад. И, по сути, применить к сигналу можно какое-то преобразование с шифтом, каким-то последовательным. Ну, сгенерировать новые признаковые описания. И на нем уже что-нибудь применить. Ну, тут диапазон, видишь. Просто конкатинация потом, по всей видимости. Ну, если посмотреть вот сюда, что это такое? Ну, смотри, у тебя есть просто некоторый агрегат. Ну, типа того, да. Да. Это хорошая аналогия. Ну, применяем. Угу. Ну, просто это можно сделать по-разному. Здесь оно и нарисовано. Окей. А вот тут что-то много всякого страшного написано уже. Какие-то штуки, которых сегодня явно не было на семинаре. Ой, на лекции. Ну, на самом деле, вроде тут ничего сверхъестественного не происходит. Это просто какие-то преобразования разные. Тут предлагается с ними поиграться по отдельности. Сейчас. Только надо бы нарисовать. Short time. Трансформ, трансформ. Куча каких-то трансформов. Ну, формулы. А? Ну, вот тут написано. Ну, тут какие-то разные формулы применяются, преобразования. Ну, короче, на самом деле, тут скорее посыл такой, что вы, когда на вход получаете какой-то сигнал, ваша задача вытащить из него закономерности. По идее, это можно сделать по-разному. Вы либо на периодические структуры его раскладываете и что-то вытаскиваете, либо можно что-то еще там, я не знаю. Ну, нафантазировать можно все что угодно. Там сгладить, там еще что-нибудь придумать. Ну, я просто предпочитаю вот это воспринимать скорее как временной ряд на самом деле. Ну, вот, вот как это. Ну, что это? Ну, что это? Тут можно почитать. Хочется дискотизировать сигнал более эффективно. Динамическая шкала звука очень большая, распределение имеет тяжелые хвосты. Ну, что, по сути, ограничения накладываем. Ну, грубо говоря, представьте, что у вас какие-то низкие высокие частоты просто ограничиваются, клипаются. Ну, да, да, да. Ну, типа того. А вот тут преобразование накидывается дополнительно. для фиксированного окна считаются какие-то штуковины. И оценивается, по сути, дисперсия еще. Ну, тут считаются, ну, я говорю, вот, ну, понятно, вот это, по сути, о интегральчике по экспонентам. Ну, а тут частоты, по сути. А дальше предлагается все это совместить с разными окнами, пройтись, посчитать и что-то, и потом, собственно, разложить по частотам. М-м-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Радослав, а ты не знаешь, что у них в домашке плавают этим штукам? Нет. А будешь спросить другого? Давай спросим. Потому что материалов там много, я не очень понимаю, на чего фокусироваться. Типа, вот есть разные преобразования, давайте посмотрим, как они работают. Там есть какой-то, что лучше? Что лучше? Все лучше. Ну, в смысле так… Лучше на новом модели. Ну да. Тут есть с этим проблема, которая называется в том, что мы на звуке… Не то, чтобы я с ним много работал. Если про сетки я могу много чего сказать, то про звук я могу сказать, что надо попробовать все и посмотреть, что получится. То есть поймали двух преподавателей, которые не говорили про звук. Да, да, да. И сказали, ребята, расскажите про звук. Мы честно рассказали. Да. Ну нет, на самом деле, вот если говорить про стандартные задачки, ну, какую аналогию можно попробовать перевести. Вот ваши… Когда вы работаете, понятно, там, с картинками, с текстом, понятно, какие архитектуры, подо что подходят и по какому принципу более-менее. А тут предлагается просто… Опять же повторюсь, мне удобнее всегда воспринимать сигнал как временной ряд. И по сути, это ваша задача вытащить те параметры. Сначала как бы… У вас есть как бы две сущности. Это вытаскивание параметров, через которые можно восстановить обратную зависимость с какими-то ограничениями. Ну, типа удаление шумов, там, например, или ограничение частот, а потом восстановление сигнала. А дальше все начинается… Ну, разговор примерно о том, что это как в сетках вы разные слои пробуете, смотрите, что работает. Типа бачном сработал, ну, отлично, оставим его. И тут, скорее всего, работает такой же принцип. Плюс вы должны помнить о том, что, типа… Короче, вы на самом деле аппроксимируете чем-то… Ну, да, вам, по сути, нужно извлечь информативные параметры, по которым вы можете восстановить сигнал. Вроде как это так. Ой, а чего она упала? Сейчас. Такой вопрос задам. Что спектрограмма показывает? Очень часто. Ну, по оси, вею, по сути, время, просто частот. Получается, насколько вы можете… Ну, если говорить вот в терминах того, что вы хотите извлечь какой-то информативный параметр, а потом смотрите туда, и что? Ну, вот вы ее нарисовали, и чего? Ну, в смысле, вот оно, типа… Это просто визуализация, по сути, этих параметров. Угу, 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 угу. Вот тут что-то наприменяли. И чего-то… Ну, да. Нет. Посмотрим, что это. Возможно, что-то очень громкое, условно, или высокое. А, о, тут что-то написано. Возможно… Вообще нас… А, это то, что говорится, видимо, текст сам. Сейчас. Так, это разные преобразованьки применяли. Ой, как плохо. А вот это вообще непонятно, что такое. Частота ML Frequency. Это зависимость от… До-после, видимо. Преобразование. Сейчас. Ну, типа тут картинки до-после. Было так, что-то поприменяли, стало так. По сути, каждый стучок – это одно слово. Угу. Если почитать семь. Ну, тут вот семь, да. Вот тут. Ну, почти. Почти. А если здесь посмотреть, то тут, наверное, ну, так. Вот, три-четыре. Ну, не особо, да? Ну, по сути, здесь нарисована спектрограмма до преобразования. Угу. Угу. На синий, ксу, на синий. Нет, вода не различается. В смысле, сверху-снизу? Да. Ну, мы применяли всякие преобразования. Типа вот это просто голый сигнал, а это после того. Я не знаю, можно интерпретировать это, как повысили контрастность изображения, ну, типа того. Ну, в каком-то виде, конечно. Это не аудитория или нет? Не-не-не. Ну, тут, на самом деле, можно прям посмотреть, что последовательно делалось. Вот тут есть функция. Так. Амплитуд 2. Смотрим, что с ней происходило. Ага. Так. Ага, это... Генгистограмм. Мирист авто. Фича на инстаграмм. Ага, ага. Эсмин в макс. Идем назад. Ага. Ага. Виндом, хоп. Что такое STFT? Short Time FrW Transform. Идем сюда. Что это за преобразование? Ага. Ага. Вот оно. И что здесь происходит? Звучит, как мы разложили это в фурье. И все. Ага, не, неправда. Вот это оно. Здесь просто первое. Просто накинули его. Ну да, это вот было стало. Ничего не поменялось. Потом что-то еще накинули дополнительно. Во. Опа, нет. А, ну да, это просто две картинки. После фурье. Так. Что тут поменялось? Что-то поменялось. Сейчас смотрим. Сюда. Что тут происходит? Что такое window length и что такое half length? Interval between consequences window. Интервал между окнами и интервал окна самого. Ну, короче, ширина дискретизации условно. По сути, мы взяли разные варианты, посмотрели, что получится. Где-то плохо, где-то хорошо. Запомнили. Если что, можно поглядеть на прошлогодние дела. На прошлогодние? Ну, мне тут же прислали этого года, нет? Ммм. Прошлогодние. Окей. Все. Короче, держи. Там, в принципе, ровно все то, что мы с вами сегодня видели. Задачка будет просто на классификацию звуков. Датсет, скорее всего, другой, так что мы ее за вас мешать не будем. Классификация звуков звучит как несложно. Ну, явно не сложнее, чем соревнования. Что, тут поменяли параметры. Да, да, да. Поменяли оконную функцию, получили разное. Ну, что-то из этого плохо смотрится. Я бы даже, ну, я бы сказал, что вот это не особо. А если вот это посмотреть, то получше, да? Ну, хотя это вообще, это как будто тождественно. Так, окей. Что потом сделаю? Плюс 1 на 0,8. НП-лог. Плодки 100 грамм. Так, так. Ага. Ну, тут так, это понятно. Короче, резюме такое. Попробовали что-то по-разному. Где-то получше, где-то похуже. А потом, и потом. Так, вот это. Что такое? Умел. Ага, ага. Это мы идем... Ага, понятно. Это мы, по сути, применили вот это преобразование. Какое-то новое. С ним еще улучшилось. Тут можно почитать, что происходит. Скорее всего, сейчас. Таймакс. Ага. Короче, взяли частоту. И накинули вот это. Это просто... Это просто спектрограмма, она не версия, а по мелам. Угу. Класс. Можно обратно из мелов, можно получить частоты. Понятно. Для этого надо провернуть все в обратную сторону. И, видимо, если мы попробуем это преобразование... А, это зависимость, короче, одного от другого. Понятно. Обычной частоты от мелов. Логично, что он так выглядит. И что здесь происходит? По всей видимости, они это применяли. Тут видите, какая зависимость. Короче, она не линейная. Она как будто сглаживает, получается, более высокие частоты. Ну, короче, по сути, можно сказать, что она как бы такое прижимает чуть-чуть. Ну, неравномерно. Высокие сильнее, низкие слабее. Применили, и, видимо, это сработало еще лучше. Вот здесь вот применили и то, и то. Сейчас. Во. Обычная frequency и мел frequency. И для них отрисовали гистограммы. Получилось, что на мелах просто это более контрастно выглядит. Ну, типа, получается, что это хорошо. Наверное. Ну, по крайней мере, слова здесь выделяются. Вот это? Ну, артефакт. Возможно, какие-то налоги. Теперь пойдем смотреть, что такое MF-OI. MF-CC. А, это оно понятно. Понятно. То же самое. Короче, и того, что здесь применили. Судя по всему, тут сначала, короче, взяли, ограничили частоты. Потом сделали переход к новым мелам вместо обычных. Разложили их в фурье и посмотрели, что получилось. Вот к этому моменту. Вот здесь вот. Так. А здесь что? А здесь все то же самое. Ой. MF-CC. Ага, вот. Ну да, вот здесь frequency, мел frequency. И вот это вот. Это что такое? Выглядит что-то как-то странно, да? Окей. Идем назад. А-а-а. Класс. Я что-то не очень понимаю, честно, что здесь происходит. Вот здесь вот, ниже. Ну ладно, допустим, опустим этот момент, короче. Идем дальше. Я даже не знаю, как это правильно интерпретировать. Не, ну вот это преобразование я понимаю отлично. Просто вот с первой картинки на вторую что произошло, понятно, что здесь делалось. Наложили вот эту зависимость, по сути. Короче, на самом деле это как будто бы фич-трансформер такой. Мы берем наши исходные… Ну, короче, вот прям простыми словами. Берем, короче, временной ряд, накладываем преобразование. Только не линейное, а какое-то такое. Степенное такое. Что-то типа корня. Ну, только тут не корень, а что там. Да, ну, короче, да, логарифм. И получается, что это, по сути, работает как выкрутить там на максималках контрастность спектрограммы. Ну, просто тут заметно, просто визуально как это меняется. И где-то по пути мы должны были еще, считайте, что ограничить временной ряд просто сверху-снизу. О, кстати, сейчас, хороший вопрос. Наверное, где-то здесь произошло сначала. Ага. Short time transform. Что это? Идем сюда. Идем сюда. Нет. Так. Ага. Ага. Ну, ну, ну. Я не вижу, короче, где мы накинули это преобразование. Но оно, наверное, здесь точно есть, иначе бы его здесь не упоминали. Ну, окей, ладно. Короче, взяли сигнал. Вот это. Прикольно, не знал. А как они… А, короче, я понял. Они сначала взяли частоты, сделали замеры, а потом такие… Ну, вот, похоже на вот такой вид зависимости. Ну, ну, вот, смотри, фильтр. Фильтр это вот этот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это преобразование, по сути, видимо. Окей. Что тут еще сделали? Так. Они потом обратно из мелов вернули, короче, обратно частоты. Ну, это ладно, это вроде понятно. Типа обратное преобразование матричное. А что такое гриффин-лин алгоритм? Интересно самому. Первый раз вижу. Тут, наверное, написано. Step 1. Реконстракт your power frequency spectrogram from male spectrogram. Понятно, восстановили. Отлично. Наверное, это несложно. Опа. Так. Тут как… Как интересно. Sample txt. Там есть текст и есть запись. Есть пиктрограмма. Сейчас. Ага. Ой. Ой-ой-ой. Ага. Result 1. Reference 1. Что такое? Result 1. Res 1. Res 1. Inf мелкий строгам. Восстановили, короче. Я понял. Они… Я понял, что тут происходит. А… Тут… Так, стоп. Reference. Reference. Там в тексте… Это звучит как, типа, ответ? Да. Ну, в смысле, типа, ответ того, как должна была быть… Должна была выглядеть спектрограмма, типа. Ну, это странно. Ну, да. Да. Ну, столбики похожи, да. Просто я к тому, что визуально это выглядит так себя. Внимание, вопрос. Тут, видимо, что-то происходит с этим, да? Что-то упало. Что-то упало. А где оно инициализируется? Странно. Вот оно. Что-то, что-то… Ой. Допустим. Я понял. Что-то, что-то не то. Так. Так, это все то же самое. Он просто отрубился, кажется. Так. Туту-ту. Original спектрограмм. Спектрограмм recovered from 128 milspec. Кто бы понял, что это значит. 128. Это типа… Это типа смотрит, как восстанавливается. А, я понял, что здесь происходит. Все. Короче, они перегоняют в милый обратный, смотрят, насколько восстанавливается… Да-да-да. И смотрят, насколько восстанавливается сигнал. Ну, что-то так себе, да. А вот здесь… А. Спектрограмм recovered from 40. Я понял. Посыл такой. Чем больше вот эти число, тем лучше. Классно. Так. Original milspektrogram. Original spectrogram. Вот здесь вот. From 40. F.M. Короче, это на самом деле размерность матрицы, скорее всего. по которой мы восстанавливаем. Ну, судя по всему. И, скорее всего, здесь происходит следующее теперь. Они берут… Короче, преобразование. Получают матрицу. Что-нибудь с ним делают и восстанавливают. И получается типа магия. Так. Griffin-Lil… А. Recall the construct of spectrogram, which is contained… Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. А про алгоритм ничего не написано. Ну, можно, наверное, посмотреть, что он делает. Просто глазами сейчас. Implement. Короче, это выглядит как… Как, короче, какое-то приближение. Как я понял, они пытаются уменьшить количество коэффициентов. Короче, это, по сути, как PCA для сигналов. Понятно. Меньше в нем надо. Угу. Чарный спектр, например. Угу. Нет, тут это называют коэффициентом. Вот такие вот… MFCC. МФССИ. Там можно варьировать, то есть больше, меньше. Ну, тут, по всей видимости, можно попробовать это прослушать, и для разных результатов будет разный… О, кстати, может попробуем? Мне просто интересно, что получится. О, это звук есть. Так, что это было? А, это исходник. Это исходник. А здесь, типа… А, ну понятно, просто… Короче, плохо слышно. Потом посмотрите, поиграйтесь. Тут, this is an example. Так, понятно, здесь то же самое. Экспериментируют. Simple voice warping. Так. Так, так, так. Так, так, так. Ага, ну понятно. Еще что-то делают. Ладно, на самом деле мораль какая этой штуки? Ваша задача, по сути, при работе с сигналами, по всей видимости, заключается в том, чтобы вытащить параметры частот. При этом, если вы хотите что-то уменьшить в плане размерности, можно накинуть всяких преобразований. И со основным временным рядом перед фурье можно накидывать преобразования. Ну, короче, это ничего сверхъестественного. Ну, то есть, если объяснять на пальцах, это совсем просто. Берете, короче, вот этот сигнал, что-то с ним делаете, там, сжимаете, разжимаете, ограничиваете, накидываете всякие окна, проходите, всякие дискретные преобразования считаете. Вот у вас ваша спектрограмма. А потом, я не знаю, можно попробовать восстановить, посмотреть, что получится. Ну, либо вот эту штуку, на самом деле, запихнуть в свертку и потом классификатор, например, сделать. Ну, по идее, вот по вот этой штуке, просто в чем прикол, вот как мне кажется? Вот если, грубо говоря, вот абстрактная задача в вакууме. Вы получили спектрограмму какую-то, и чем более, по идее, она отделяет какие-то сущностные куски там друг от друга, типа там слова или что-то еще, тем больше вероятность того, что это можно будет куда-то дальше там в классификатор, например, запихнуть. Я не уверен, что это будет очень хорошо работать, но, наверное, будет скорее. Потому что, наверное, для разных слов, скорее всего, для разных слов, типа там будут по-разному выглядеть вот эти вот столбики, грубо говоря, где-нибудь вот здесь по времени. Ну, короче, я просто к тому, что представьте себе там абстрактное слово. Если оно будет в начале, оно должно будет быть сказано с какой-нибудь там условной там громкостью, негромкостью. И если мы его поместим в конец, то как будто бы это то же самое, только в конце здесь будет. То же самое, что вот тут нарисовано. И тогда это можно будет там как-то один к одному что-нибудь с этим сделать. И по идее, вот все, что касается… Ну, как бы я, короче, рассуждал. Вот вам дана какая-то, короче, дан сигнал какой-то. Ваша задача его нормализовать. Ну, в смысле, грубо говоря, если он слишком громкий, то сделать его потише, стандартизировать. Если там разные частоты, то их немножко приплюснуть. Чтобы потом, когда вы получили вот эту штуку, и вы на нее накладывали, например, сверточные слои, оно работало как бы единообразно. Чтобы не было такого, что одно слово, например, по-разному здесь бы изображалось из-за того, что что-то громче, а что-то говорит девушка, а что-то мужчина, грубо говоря. Поэтому вот эти все махинации, по всей видимости, и придумали. Для того, чтобы накидывать дополнительные преобразования просто на сигналы. Ну, если говорить про вот это… Тут просто говорят, давайте ограничим. Окей, там. Если говорить про вот это… Это типа переведем в новую шкалу восприимчивую, к человеку. Сейчас я посмотрю, Радослав должен был домашку скинуть. Мне кажется, там будет полезно туда залезть. Да, прошлогоднюю. Они, наверное, очень сильно похожи. Ой. Так. Ага. Так. Открыть блокнот. Так. Таск 4. Так. Как она называется? DL Audio Homework. Хорошо. Ага. Ага. Ну что, сейчас она загрузится, и станет понятно, что у вас было в том году. Ну, наверное, в этом типа предполагается то же самое. Ну, по сути, по… О. Ага. 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 Понятно. CrossFit – это все ничего сущностного. Так, так. State to the art – качество на одном из датасетов. Понятно. Замечательно. Узнайте метод извлечения признаков и звуковых сигналов, узнай метод обучения с использованием аудиоданных. Понятно. Автоматик спич-рекогнишн, синтез речи, классификация звука. Тут, видимо, классификация звука где-то. Так, ладно. Понятно, понятно. Обработка звуковых сигналов. Чего предлагается сделать? Ага. Отлично. Они предлагают поварьировать окно. В каждом полученном окне с помощью преобразования Fourier высчитывается амплитудия. Ну, короче, они предлагают спектрограмму построить. Классно. Понятно. Это просто… Ну, понятно, что это такое. В смысле, это просто бинарная задачка. Так. Ага. Ага. Ну, короче. Суть всей этой штуки, по всей видимости, заключается в том, что вам надо просто разным окном дискретизации пройти и посчитать разные преобразования. Все. И потом на них, на этих параметрах посчитать классификатор. Не сложно. Ну, в смысле, совсем не сложно. По сравнению с тем, что было до этого, это выглядит несложно. А здесь они предлагают использовать просто все подряд. Типа… Понятно. Tor, Chatham, Accuracy. Model Train. Ага. Ага. И просто код написать. Ну, в смысле, типа… Validation, Learn by 6. Понятно. Это несложно. Ну, в смысле, это просто цикл написать прохода. Blade. Понятно, что такое Blade. Ага. 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 Короче, домашка в прошлом году была следующая. Взять разную ширину окна, пройтись ей, получить признаковое описание сигналов, на нем построить классификатор. Все. Ну, типа, это вроде несложно. Ну, как мне кажется. Ну, в смысле… Классификация аудио как изображение. Понятно, что мы берем в качестве изображения. После сигнала преобразование фурье с разной частотой. И все. А дальше свертки. По-картиновски. По-картиновски. Ну, тут даже архитектура описана. Так, примерно схема модели. Ага. Input. Ага. Потом получили вот это, по всей видимости, как раз-таки преобразование фурье, короче. Потом слои, слои, слои. Работает. Так, что еще? Audio data augmentation. О, прикольно. Аугментация какая-то здесь есть. Они предлагают, короче, чуть, видимо, поиграться с самим сигналом. Так. В смысле, ну, смотри, у тебя временной звук, это временной ряд, по сути, правильно? Два значения, мощность. Мощность. Ну, ты можешь туда добавить чего-нибудь типа шума. Ну, я не знаю, представь, вот у тебя есть просто значение f от x, добавь туда случайную переменную, которая генерирует там из нормального распределения. Ну, короче, самое банальное, что можно сделать, это реально просто шум добавить. Скорее всего, на фурье это не повлияет, потому что типа, ну, наверное, там даже теоремы какие-то есть, что если добавить какой-нибудь нормальный шум, то коэффициенты фурье будет те же самые. Ну, скорее всего, можно даже, наверное, на эту тему статью написать. Какой шум добавить, чтобы фурье не поменялось? Так. Так. Воспользуйтесь функциями TimeRub, FreakMask, понятно. Математическое… О! А тут они, кажется, и предлагают это сделать или нет. Короче, не забудьте про нулевые математические ожидания и дисперсию. Для упрощения в рамках учебного задания разрешается в использовании среднего дисперсия оригинального тренировочного датасета. Во! Короче, на основе тренировочного множества создайте новый датасет, который содержит оригинальные данные, а также результаты применения данных функций к каждому аудио. Ну, короче, шум, накиньте. Так. Ну, понятно. Ничего. И дальше функции. Функции по-профессиональному. Авто-аудиоспектрограмм-трансформер. Это, по всей видимости, трансформер на спектрограммах. Интересно. Ой. Сейчас. Провалимся сюда. Как интересно. Ну, понятно, да, что происходит. В смысле, тут берутся просто на самом деле разные куски спектрограммы. По сути, это просто набор… Ну, это вектор… Короче, это просто вектор. Потом тут берутся некоторые наборы преобразований, а потом это все суется в трансформер еще со всякими self-attentionами. Ну, короче, если прям совсем просто. Берем вот эту вот штуку, как-то ее дробим, накидываем по-разному свертки, а потом еще это в self-attention, ну, вектора. Ну, тут, видимо… Мы ищем зависимости между соседними… Кусками спектрограммы. Ну, судя по всему, так. Ну, вот исходя из того, что я тут вижу, вот прям простыми словами, если описывать, ну, вот здесь просто какие-то… Как будто бы просто вот patch, split, wave, overlap с наложением. Короче, они берут просто разные куски вот этого… Короче, это похоже на то, что мы берем какую-то маску и ее как это, как фильтр смотрим, выбираем вот эти объекты. А потом… Линир проэнджекшн, E1. Не очень понятно, правда, что такое E и P, но, скорее всего, это просто как О. Тут токен. Короче, тут надо лезть в статью, смотреть, что такое вот это вот E и P. Ну, если, наверное, простыми словами, это какое-то, короче, преобразование, которое вот нашу вот эту картинку превратит во что-то более-менее, что можно как слово потом использовать. В смысле, что-то, наверное, короткое и информативное более-менее, а потом запихнуть это в трансформеры просто. Ну, трансформер нам, по сути, нужен для того, чтобы посчитать разные self-attentionы, для того, чтобы по разным кускам спектрограммы посчитать какие-то, по сути, взаимосвязи. Наверное, тут оно и делается. Сейчас. Автор выложил свой код в открытый доступ. Понятно. И мы можем им воспользоваться. Вам предлагается импортировать это, видимо, да? Ух, как много всего. Классификация по умному. Ну, короче, предлагается импортировать модельку, а потом поиграться с гиперпараметрами. Понятненько. Pretrain Model. По предобученному предлагается переобучиться, видимо. Логично. Нет, сейчас. Воспользуйтесь предобученной моделью из статьи. Примените функцию. Та-та-та-та-та-та. Понятно. Ну, короче, по всей видимости, домашка будет состоять в следующем. Типа, взять исходный сигнал, наложить тока фурье. Это базово. Так. Ну, в смысле, это вообще, типа... Угу. О, Transformer Encoder Layers. Он, по всей видимости, вообще просто берет сигналы, просто тупо что-нибудь его как-то трансформирует напрямую. Угу. Ну, это понятно, почему тут как изображение. Потому что спектрограмма — это и есть изображение. Ага. Потом предлагается делать аугментацию. Потом предлагается взять какую-то State-to-the-art модель, типа трансформер на спектрограммах, короче. И все. Ну, я бы не сказал, что это сверхъестественное что-то, но он, кажется, придется там пописать кучу кода. В плане в начале. Вот здесь вот. Ну, типа градиент там опять научиться прокидывать. Считать inference модельки. Ну, в смысле, у тебя же параметры какие-то где-то. Там что, в смысле, написать там степ, оптимайзера, опт.степ там это. Ну, в смысле, да. Нет, нет, в смысле, там скорее… Ну, нет, тут PyTorch явно. Вот тут вообще калькуляет accuracy score. Ну, как бы, я думаю, это вообще несложно написать. Значит, у тебя просто есть два массива, посчитай, пожалуйста, accuracy. Вот и все. А вот, ой, а вот это прикольно выглядит, кстати. Сейчас. Е1, Е2, Е3, Е4. Что это такое? Я пока не понимаю. Ну, просто если я не понимаю, наверное, вы тоже. А домашку надо делать. Сейчас. Аудиоспектрограмм трансформер. Model architecture. CLS токен. Понятно. ImageNet притрейнинг. Ой-ой-ой. ResNet. ResNet. ImageNet. Так, сейчас. Кто-нибудь видит букву Е? Я не понимаю, откуда они там взялись. Да-да-да-да-да. Не, я просто не очень понимаю, что вот это значит. Я понимаю вот эту вот архитектуру, что вот спектрограмма, вот ее куски. Мы хотим их воспринять как слова. Я понимаю, зачем нам токен вот этот. Для того, чтобы мы потом туда, ну, по сути… Linear projection. Смотри, просто вот это, вот смотри, вот это изображение, так? Мы хотим получить… Вот у меня в голове картинка такая. Мы хотим получить имбеддинг. Имбеддинг для изображения. А, то есть это… А, это имбеддинг, я понял. А вот это P. Это что такое P? Это, видимо, position encoding, понятно. Короче, все понятно. Вот эта штука, все, это все тогда все изи вообще. Типа берем спектрограмму, получаем какое-то подмножество картинок, потом есть какое-то преобразование, которое из картинки делает имбеддинг. Ну, по сути, это просто штука, которая матричку преобразует в одномерный вектор. Ну, это просто преобразование. Это может быть матрица. Мне кажется, она, наверное, обучается по ходу. Потом берем position encoding. Не, ну, возможно, вот это linear projection – это что-то более хитрое, типа. Типа, ну, понятно же, что такое имбеддинг изображений. В смысле, это можно сделать большим количеством способов. Я не знаю, вы автоэнкодер можете взять. Ну, в смысле, я серьезно. То есть, типа, попробовать, типа, взять вот эту штуку, наложить туда сверток, потом сделать одномерный вектор, потом попробовать восстановить, взять вот эту штуку как одномерный вектор имбеддинг, его сюда вставить, потом position encoding еще. А CLS нам зачем? Для того, чтобы, ну, просто начало предложения передать. CLSIFY, TOKEN. Ну, короче, это… Ну, да, 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 да. Ну, в смысле, типа, вот. TRANSFORMER ENCODER, ну, это выглядит как BERT. Так и есть. Потому что BERT – это тоже энкодер. PLUS POSITIONAL. А LINEAR – это просто уже перед тем, как мы… Ну, короче, это просто уже линейный слой для того, чтобы классификатор накинуть. Блин, прикольно. Ну, не выглядит как что-то сверхъестественное, на самом деле. Типа, по сути… Да, 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 да. Прикольненько. Не, ну, на самом деле, вот эту штуку, наверное, можно как-то поумнее получить. Опять же, возвращаясь к тому, что было раньше, можно по идее вот эту штуку получить различными преобразованиями помимо фурьера. И, наверное, оно даже еще получше будет. В смысле, сюда наложить чего-нибудь еще и потом вот уже спектрограмму получить. Да, 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 да. Ну, в смысле, это частота, по сути. Ну, вроде понятно. Что, кто-то понял, что надо будет сделать тогда? Огонь. И я тоже понял, что вам надо будет сделать. Все, давайте тогда заканчивать потихоньку. Все, давайте. Пока. Пока.